Наш любимый магазин в Санта-Круз New Leaf называется Тут их несколько, но вот мы этот любим, он близко к нам находится Тут хорошая такая еда Здоровенькая, качественная Подороже, чем обычно Но очень здорово И мы вот как раз со Светой сейчас ехали И говорили о том, что В магазинах, вообще в бизнесах Есть какая-то своя энергетика Вот в этом магазине в частности Есть своя, я надеюсь очень Что в Портном Компьютер Скул Есть какая-то тоже энергетика Нам говорили часто, что есть Я надеюсь, что хорошая И вот мы сейчас идем, друзья, и мы будем энергетически Заряжаться Хочу сказать, что Света сегодня была В прямом эфире И она получила колоссальное Удовольствие с одной стороны А с другой стороны она летала как на крыльях Просто энергетически зарядившись Правда? Да, да, поэтому спасибо всем, ребята, кто пришел Мы будем стараться делать это Потому что я чувствую, что это хорошее дело А ты представляешь, Света, я-то как А Света мне говорит А чего ты 4 часа там в эфир? Света, а как же ты можешь вырваться? Это же как наркотик Это наркотик, да Ну ты поняла теперь, что наркотик? Я не знаю, да Вот А что мы будем здесь покупать? Мы купим вот это на пакебич Потому что у нас уже Китайскую капусту Да, китайскую капусту В толстом, насколько я помню, кишечнике Не знаю, она очень плохая И плохо себя ведет Да Вот мы идем к капустному разделу А вот их всего здесь теперь и штуки Да И выбор Ну, я думаю, что могут поднести И самое главное, знаешь что? Вот то, что я обнаружила, да? Да Она довольно зеленого цвета Она обычно бывает беленькая А еще и лучше, если она желтоватенькая Так Вот такая зеленая Она не очень хорошо смотрится Ну, это больше желтоватая Да, это больше желтоватая Дело в том, что когда ее смешать с морковкой Кстати, может быть, надо попробовать вот такую капусту Ну, это отдельно Потому что это очень похоже Они похожи, я согласен И, может быть, вот такую одну взять для разнообразия Попробовать ее заферментировать Давай посмотрим Значит, вот это Napa кебич Вот видите, она так и называется Napa Это долина Napa Это город А это называется Savoy кебич Да Это город на север от Сан-Франциско А вот это Savoy Вот, она подешевле Вот, она подешевле Ну, это не много разницы Это Napa кебич Да Да, это немного более ровная Это Savoy кебич Это лучше закреплено О, лучше закреплено Да, лучше закреплено Да, лучше закреплено Потому что мы ферментировали Кебич Так, я пытаюсь узнать Для этого я знаю И это Napa кебич Это прекрасно для ферментировки Да, абсолютно Это для ки-чи И что это? Это Savoy кебич Да, я люблю Я пиццу 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 И взберну И взберну И потом Грил Потому что Небрассикас Взберут Это не так хорошо. О, нет, это это. Да, для ферментации. Но знаешь, что я нашел? Это лучше, когда он становится белым и белым, а не белым. О, конечно. Так что белый, даже если он больше... Ну, хлорфилл, это как-то оттуда, если ты делаешь ферментацию с каббажем. Я согласен, тем белым, тем лучше. Ага. А что с белым? Что с белым? Я имею в виду, что с белым... Обычно, в России, это очень common для ферментации. Для этого. Ага. Но для этого, это тяжелее кушать. Конечно, да, он более ферментовый. Я согласен. Я думаю, что вы получаете лучшую идею с каббажем. Да, да. Даже я делал ферментацию для этого. Но когда ферментировано, это очень легче кушать. О, да. Это начинает разрушить ферментов. Да. Так круто. Я обеспечу твою помощь. Он не работник, он просто повар. Слушай, давай мы позовем работника. Потому что я это не хочу брать. Он объяснил тебе, почему нельзя зеленую брать? Типа ты слышала, что он сказал? Ну, он сказал, что там уже происходит хлорофилл. Чего-то уже... Да. Он забирает у кимчи. Забирает там чего-то. Я уже не помню, что он там сказал. Но он казался, что, безусловно, зеленая хуста. Это без вопроса. Ты понимаешь, что это я поняла. Давай мы позовем работника и скажем, что нам принесли еще такой, но который не зеленая, а вот такая. Побольше размером просто? Ну, просто еще. Ну, давай посмотрим. Ну, давай посмотрим. Вот, друзья, фенкель. Я уговорил Свету добавить головку фенкеля в нашу капусту. Это очень полезная штука. 2,49 за фунт. Вообще, иногда их продают просто поштучно. И цена поштучная. Но в данном случае она за фунт. Света обламывает, чтобы... Они мне не нужны. Ну да, нам зеленюшки эти не нужны. Все равно. Послали друзья гонца из местного, так сказать, народа. И он говорит, нету больше капусток. Значит, что мы сделаем? Для того, чтобы ферментировать вот эту капусту, да? Да. Я кладу капусту. Я кладу чеснок. Вот Миша захотел положить фенки. Ему туда положим фенки. Да. И обязательно укроп. Морковочку. Морковочку, да. Уже порезанную. И обязательно... Так, вот морковочка порезанная. Укроп. И обязательно укроп. А мы еще не взяли укроп. Нет. Потому что для того, чтобы она хрустила, нужен чеснок и укроп. Пошли за чесноком и укропом. Друзья, вы видите укроп. Я его заприметил. Ой, заприметил. Хороший цвет. Сейчас Света берет пучок. Вот. Ничего себе, ничего себе пучок. Света, это можно бочку заукропить. Супчик пойдет. Так. А чеснок мы хотим в головку или зубчиками? Нет, чеснок мне не нужен. Я у меня один. А у нас есть дома? Вопрос. Вот картофель, да? Мы его на нашей диете не очень? Ну, мы сейчас же перешли на этот самый корень. Этот самый. Какой корень? А, китайский перешок. Китайский перешок. Тара. Рут. А вот эти, например. Мне говорят, ямс всякие. Вот эта американская картошка. Я так скажу. Вот ямс я не люблю. Потому что она похожа на вареную морковку. Я персонально ее не люблю. Очень многие ее любят. Вот которая белая, это свитпатейка. Она много лучше. Ну подожди. Вписывается ли это в нашу диету? Я думаю, в небольших количествах да. Да. Но если ты хочешь искать такой, где больше файбера, который более не си... Да. Если сравнивать, например, вот эту и Тара Рут, то у Тара Рут более не си ритмический индекс, чем у этого. У этого меньше, чем у Регел от картошки. Да. Больше, чем у той. Поэтому... То есть мы пока вот ее не едим? Нет. Не то, что... Давай так скажем. Мы едим все. Да. Да? Вопрос в разумных количествах и частоте. Вот и все. Как ты думаешь, в этом магазине есть Тара Рут? Я думаю, что это неправильное место ее покупать. Я уже поняла, что надо пойти в китайские магазины. Там мы купим большого размера любые. Хотя может быть нам, конечно, может быть даже лучше маленького размера, потому что у них меньше крахмала. Давай спросим. Чем растение меньше, тем у него меньше крахмала. Больших любимых помидорчиков нет. Но херлом очень-очень хороший. Вы обратите внимание, что они по пятерке за пункт. Это не плохой товар. Хочешь авокадо? А? Ты знаешь, что мы должны определиться с точки зрения, вот это хороший жир, да? Да. Но куда? В салатик, если? Ну, можно с картошечкой опять с такой же, можно рядышком положить и съесть. Ну, у нас нет дома? Понимаешь, дело в том, что они долго не лежат. Вот один взять, его нужно сразу съесть. Вот этот более-менее мягкий, вот его нужно завтра съесть, иначе он не сгорится. Мы проходим мимо, мимо большинства икон этого храма Здорового Китания. И нам сейчас нужно... Нам сейчас... Да, девочку не можете забрать. Это, говорит, наша сестричка. Все правильно. Вот, значит, мы сейчас хотим кокосового молочка, да? Девочка говорит, no, you cannot have her. Да, да. Значит, молочка кокосового хотим? Да, хочу. Я хочу кокосового молочка. Да. А вот коконокнил, которая органически. О! Вот прямо стоит. Вот оно, вот оно, кокосовое молочко. Ну, друзья, на любителя. Получаются факты. У нас Светлана изучает выеблочку, то, чего получается. Значит, обрати внимание, значит, на стакан, на 240 миллилитров, да? На четверть литров, фактически. Да. Всего 70 калорий, да? Да. В то время какого-то 2% молоко, которое 2%, да, оно не совсем уже без жира. 2% молоко имеет 130 калорий на те же 240 миллилитров. Ну, половину, да. А вот алмад молоко, где из орехов, оно имеет 40 калорий. Ой. То есть, вообще. И вот даже кешью, ну, когда я ему посмотрю. 60-25. Да. Тоже из орехов. Ей не подслащенное. Там вообще 25. 25. Так оно сверху написано, знаете, сколько. Вот, написано. 25, 60, 25, 80, 35, да. Ну, что, друзья, вот на ленте магазинного транспортера наши покупки. Вот вы все видите. Интересно, во что это выльется по цене. Ну, посмотрим. Да, Света, на самом деле, вместо молока взяла такого кокосового, взяла такие сливки. За те же деньги, кстати. Вот видите, тут написано, кокосовые сливки с молоком из орехов. Непросто вон. Непросто вон. Кокосового. Субтитры создавал DimaTorzok